Услышали про фамилию Платошкина в одной из прожих лекций, хотят узнать, что с ним не так. А ничего с ним, ничто он собой не представляет. Я просто вообще не знаю, кто это, но моя семья, они очень интересны. Ну он выступает по разным вопросам. Он последовательно марксистом не является. Он что-то говорит правильное, что-то говорит неправильное. Он связан с КПРФ. КПРФ признает диктатуру Польтрета? Нет. Значит, КПРФ в целом марксистская партия? Нет. Платошкин связывается с марксистами или с немарксистами? С немарксистами. Ну вот и все. А с немарксистами, те, кто не марксисты, легко общаются. Ну люди-то обыватель-то. Я не говорю, что это плохое обыватель. Обыватель-то не может. Ну чтобы стать марксистом, надо подняться, учиться. А так, если человек не изучил марксизм, мы живем в буржуазном обществе. Какие у меня должны быть идеи, если я сам не переработал, так сказать, какие-то мысли в своей голове? Какие должны быть у меня? Ну буржуазные должны быть. Везде же кругом. В школе, в УЗИ, везде дается это. Везде льется это буржуазное. По телевизору, по всей средству массовой информации, в интернете, в газетах. То есть нам никто не запрещает. Пожалуйста, вот изучайте. Но это вы понимаете, чтобы для того, чтобы выработать марксистское мировоззрение, надо этим специально заниматься. Собственно, даже если построить дом, тоже надо этим специально заниматься. И вообще, если суп надо сварить, тоже надо специально заниматься. То есть сам вот он не входит вот так в марксизм. Что просто раз, я вот марксист, потому что я захотел. Так не получается. Поэтому вышел какой-нибудь Платошкин и объявил себя марксистом. Ну это замечательно. То есть каких-то вот, например, столкновений у нас с ним нет, нет почвы. Потому что этот вот директор так называемого совхоза, ну это же жулик просто, потому что там никакой не совхоз, а там закрытое акционерное общество. Закрытое акционерное. У него 55 процентов, он капиталист, крупный причем. Теперь этот самый, а название, какой хотите выбирайте, нету в Гражданском кодексе ограничений. Хотите имени Ленина, можете Маркса, можете Гегеля, что хотите там. Можете Маркса, Ленина, все что хотите. Вот государственный газетный комплекс, где у нас Народная правда назывался полностью так. Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Европы, ООО. Государственный газетный комплекс. Ну он закрылся сейчас. А вот назывался так. На Ленинском. На Ленинском. И вот закрылся, разорили его. Ну назывался он так. Никто не мешает называть, называйте. Он говорит совхоз, совхоз. Теперь раз. Значит, мы, говорит, мы даже дивиденды не платим. Это что означает? То есть он оформляет всю прибавочную стоимость, как свою зарплату. То есть вот если вы вот у меня в этом самом ЗАО, да, я собрал, вот сейчас сидят тут ЗАО. Так, ну что, дорогие участники, у меня 55%. Так? Поэтому голосуем. Кто за то, чтобы дивиденды не платить? 55%. Вам можете не голосовать. Вы же знаете, что у меня 55%. Ну все, никто и не дергается. Все, не будет вам ничего. То есть вы денежки свои сдали, или там земельные пои сдали, и все. Мне только нужно свою прибавочную стоимость назвать зарплатой. А дальше я делю эту зарплату на всех, и получается что? 70 тысяч. Делю в каком смысле на всех? Я делю не зарплату между ними, не распределяю, а просто на количество людей в этом ЗАО. И получается много. Ну а у кого эти деньги? У Городинина. Вот он и не знает уже, и туда уже запихнул, и сюда запихнул, и туда за границу, и сюда за границу. И до сих пор никак не может этих пересчитать. И в слитках еще. А? И в золотых слитках еще. Да, в золотых слитках. У вас много золотых слитков? Дайте один мне. Посмотреть.